Я приветствую всех подписчиков и зрителей канала StartAndroid. Сегодня 22-й урок. В этом уроке мы разберемся в коде урока 21, рассмотрим немного теории по Intent и IntentFilter, а также поговорим немного о контекст. На прошлом уроке мы создали приложение, которое содержит два Activity. Напомню, что для создания Activity необходимо создать класс с супер-классом AndroidAppActivity, создать Activity-запись в манифесте и указать ей созданный класс в поле Name. Надеюсь, прошлый урок не вызвал особых трудностей и процедура создания Activity примерно уложилась в голове. Теперь мы можем обратить внимание на код вызова Activity. Мы использовали объект Intent. Я попробую своими словами объяснить, что такое Intent. В нашем случае Intent — это объект, в который мы прописываем, какое Activity нам необходимо вызывать. После чего мы передаем этот Intent-объект методу StartActivity. Который находит соответствующий Activity и показывает его. При создании Intent мы использовали конструктор Intent с двумя параметрами. Первый параметр — это Context. Если помните, когда мы программно создавали View в одном из прошлых уроков, мы тоже использовали в конструкторах объект Context. Activity является подклассом Context, поэтому мы можем использовать ее — This. Вкратце, Context — это объект, который предоставляет доступ к базовым функциям приложения, таким как доступ к ресурсам, к файловой системе, вызов Activity и т.д. Я думаю, в дальнейшем мы рассмотрим примеры, где ясно увидим, зачем Context передается и как используется. Второй параметр — имя класса. Напомню, что при создании записи Activity в манифест-файле мы указываем имя класса, и теперь, если мы укажем тот же класс в Intent, то система, просмотрев манифест-файл, обнаружит соответствие и покажет соответствующие Activity. В этом можно легко убедиться. Мы удалим запись об Activity из манифест-файла и попробуем его после этого вызвать. Откройте проект из прошлого урока P021.1.2Activity, откройте манифест-файл, вкладка Application и удалите запись об Activity Tool с помощью кнопки Remove. Сохраните все, запустите приложение и попробуйте вызвать Activity кнопкой GoToActivity Tool. Приложение выдаст ошибку. Если посмотреть логи, то видим следующий текст. Система говорит нам, что не нашла такого Activity-класса и любезно подсказывает, что возможно он не прописан в манифест-файле. Снова пропишите Activity в манифест-файле, все сохраните и запускаете. Теперь должно работать. Вызов Activity с помощью такого Intent это явный вызов. То есть с помощью класса мы явно указываем, какое Activity хотели бы увидеть. Это обычно используется внутри одного приложения. Схематично это можно изобразить так. Здесь мы создаем Intent, в качестве параметра передаем ему класс B, а далее вызываем метод StartActivity с созданным Intent в качестве параметра. Метод проверяет AndroidManifest на наличие Activity, связанной с классом класс B и если находит, то отображает. Все это в пределах одного приложения. Существует также неявный вызов Activity. Он отличается тем, что при создании Intent мы используем не класс, а заполняем параметры Action, Data, Category определенными значениями. Комбинация этих значений определяет цель, которую мы хотим достичь. Например, отправка письма, открытие гиперссылки, редактирование текста, просмотр картинки, звонок по определенному номеру и т.д. В свою очередь для Activity мы прописываем Intent Filter. Это набор тех же параметров Action, Data, Category. Но значения уже свои, зависят от того, что умеет делать Activity. И если параметры нашего Intent совпадают с условиями этого фильтра, то Activity вызывается. Но при этом поиск уже идет по всем Activity всех приложений в системе. Если находится несколько, то система предоставляет вам выбор, какой именно программой вы хотите воспользоваться. Схематично это можно изобразить так. В Application 1 создается Intent, заполняются параметры Action, Data, Category. Для удобства, получившийся набор параметров назовем Param C. С помощью StatActivity этот Intent отправляется на поиски подходящей Activity, которая сможет выполнить то, что нам нужно, т.е. то, что определено с помощью Param C. В системе есть разные приложения, и в каждом из них несколько Activity. Для некоторых Activity определен Intent Filter, наборы Param A, Param B и т.д. Для некоторых нет. Метод StatActivity сверяет набор параметров Intent и наборы параметров Intent Filter для каждой Activity. Если наборы совпадают парам C для обоих, то Activity считается подходящей. Если в итоге нашлась только одна Activity, она и отображается. Если же нашлось несколько подходящих Activity, то пользователю выводится список, где он может сам выбрать какое приложение ему использовать. Например, если в системе установлено несколько музыкальных плееров и вы запускаете MP3, то система выведет вам список Activity, которые умеют играть музыку и попросит выбрать, какой из них использовать. А те Activity, которые умеют редактировать текст, показывать картинки, звонить и т.п. будут проигнорированы. Если для Activity не задан Intent Filter на схеме, то Intent с параметрами ему никак не подойдет, и оно тоже будет проигнорировано. Мы будем постепенно узнавать нюансы этого механизма и значения, которыми заполняются параметры Action, Data и Category в Intent и Intent Filter. Сейчас важно понять, что в случае неявного вызова одно приложение посылает Intent, а все другие сверяют его параметры со своими Activity . Интент — это базовое понятие системы Android, и без него нам никуда. Оно применяется не только в Activity, но об этом позже. Надеюсь, что у меня получилось донести смысл технологии Intent. В дальнейшем будем практиковаться и закрепим тему. Пока это все, а в следующем уроке рассмотрим Activity Life Cycle — поведение Activity при создании, вызове и закрытии. Пока-пока!